Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Dying Light the Following. И, в общем-то, персонаж у нас получил по радио новое задание, и в брифинге по заданию сказано, что нужно добраться до Ока Солнца. Давайте мы повнимательно знакомимся с заданием. Наконец-то я получил приглашение на одну из их священных церемоний. Надеюсь, там мне удастся увидеться с матерью или хотя бы поговорить с безликими. Нам очень нужна эта вакцина. То есть, как вы помните, изначально мы на эту территорию приехали с той целью, чтобы найти вакцину. Да, потому что, по слухам, здесь люди имеют иммунитет к тому, что в Харане называют вирусом. Вот это очень интересная, на самом деле, теория. Внутриигровая, получается. Ну, вот мы узнаем сейчас, правда это или неправда. Потому что приглашение мы получили. Вот это место, которое является, можно сказать, средоточением вот этого. Как бы назвать? Как эта штука называется? Ну, типа вот против вируса действует. Не знаю, как назвать. В общем, вы поняли, что я имею в виду. И нам надо узнать, что сейчас скажут. Я думаю, какое-нибудь задание дадут интересное. Вполне возможно. Как называется вот этот вот антизин, да, по-моему, называется препарат, который убивает вирус. Мы знаем, ты сделал все, чтобы установить подачу воды. Но после этого людям стало только хуже. Посмотри сам. Так, какое-то еще задание появилось. Несомненно, интересное. Но пока что нам сейчас не до него совершенно. Блин, он болтает из стороны в сторону наш багет. Мы уже рядышком находимся. И можно вот так вот поехать. Да? Если я все правильно понял, конечно. А, ну тут еще одна трасса просто-напросто. Понятно. В чем тут прикол? Да, тут подъем достаточно высокий. Крутой, я бы даже сказал. Культурник. И так едем. Кстати, что-то я смотрю здесь. Зомбарей нету толком. Это как-то странно даже. Но, куда нам надо идти? Что-то не совсем вкуриваю. Куда нам надо идти? Ну, может быть... Куда-то сюда, да? Ладно. Окей. Стоп. Я же тебе говорил, изначально зацепиться за этот уступ. Почему ты этого не сделал, мужик? Ну, по крайней мере, мы сюда правильно добираемся. С кошкой это гораздо удобнее. Только не вы, что нам сюда нужно. Похоже на то. Ничего себе. Вот это коммуникация. Ну, ладно. Давай поднимайся тогда, мужик. Высоко. Очень даже высоко. Но это круто. Очень круто. Сюда, да? Получается. Мать есть добро. Матерь есть жизнь. Матерь поможет нам. Что ты что-то возьми, они с тобой сделали. Мне сказали... Указали на ошибочность моего пути. Открыли глаза на правду. Повернули к свету. Охренеть. Кажется, какой-то совсем рехнулся. Матерь, солнцем благословения. Мы славим тебя. Матерь, объятой ветром, мы верим тебе. Матерь, милостиваясь, не зайди к нам. Дети солнца, примите дар матери и оставайтесь верными ей. Матерь, благородит тебя за твои страдания. Что это? Не сходи с пути, чужак, ибо ты еще в самом его начале. Что со мной происходит? Услышь меня, Кайл. Прими меня. Этого не может быть. Не может. Ты истинный дар, Кайл. Наши судьбы переплетены. Этого не может быть. Не может. Веруй в меня, Кайл, как я верую в тебя. Кто ты? Ты истинный дар, Кайл, как я верю в тебя. Так, нам куда надо-то? Сюда, что ли? Рад, что нам довелось встретиться, Кайл. Я понимаю, ты немного сбит с толку. Не волнуйся, в первый раз всегда так. Впадаешь в транс на пару часов. Транс? Значит, никакого кусаки не было. Не приснилось? Кусака был настоящим, но не пытайся повторить. Тебя больше не защищает аура матери. Однако, твоя душа и кровь были очищены. Оставайся на истинном пути и будешь неподвластен этой заразе. Веруй в матерь, продолжай начатое и обретёшь ответы. Мы с тобой свяжемся. Лена? Лена, ответь! Кайл? Лена, слава богу, слушай. Слушай меня. Не знаю, как долго это продлится, но у меня иммунитет. Я её видел, матерь. Она говорила со мной. Я был в каком-то трансе. И зомби меня просто не замечали. Лена? Привет? Блин. Блин. Вон наша тачка рядышком. Что у нас получается по заданиям? Давайте мы возьмём задание, которое нам дал Джасир. Похоже на насосной станции случилось что-то плохое. Опять. Не любит никто насосную станцию, да? Получается. Опа. Аккуратно. Да. Ничего себе такой квестик. Ой-ой-ой. Осторожно. Чё ж так тачка-то болтает? Ещё хукаркнуть успел. Блюдок такой. Поехали, поехали, поехали. По крайней мере, дорога эта проторенная. Мы знаем, как она себя ведёт более-менее. Тачку вообще по-хорошему надо бы починить. Да даже не то, что надо бы. Это просто необходимо. Хотя, надо признаться, что Джасир меня заинтриговал. Что там случилось на вот этой вот насосной станции теперь? На этот раз. Вопрос хороший достаточно, да? Так. Вот, 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 вот. Едем правильно, по крайней мере. Очень хорошо едем. Ёла-пала. Неприятно. Так, мы по карте где находимся вообще? Ну, не так уж далеко, на самом деле. Чётко доехать надо. Крейн, у нас есть кое-что, что может тебе пригодиться. Встретимся на ферме. Интересно. Это уже не относится к квесту? Которую мы сейчас собрались выполнять. Осторожно. Короче. Проще будет объехать, вот так. О, замечательно. Ох. Джасир, в чём дело? Что происходит? Понятия не имеем. Вначале всё было нормально, но потом людям вдруг стало худо. Надеялся, ты что-то об этом знаешь. Я не знаю. Но постараюсь выяснить, что произошло. Интересно. Так, и что у нас тут получается? По карте, куда надо идти? И что здесь такое вообще? Доберитесь до Джасира. Ну, как бы я добрался до него. Народ, познакомьте-ка желтокорень, который добывал для нас... Поэкономьте-ка желтокорень, который добывал для нас Сабит, потому что никто не знает, куда наш друг запропал. Если кто-то услышит о нём хоть что-то или заметит его где-то, сразу давайте мне знать. Джасир. Я видел твою записку, Джасир, кто такой Сабит? Он доставал для вас какие-то лекарства? Да, доставал. Раз в неделю он приносил нам свежие целебные травы, но от него уже давно нет никаких вестей. Я знаю, скорее всего, он мёртв. Хотя я и не уверен, с ним не угадаешь. Он собирался стать безликим. Убить его было бы непросто. Ну, есть мысли, где его стоит искать, и что насчёт той лихорадки? Там ведь ещё нужны травы. Он жил в хижне на том каменистом острове, и там же хранил запас лекарств. Но будь осторожен, если Сабит попал в беду, дело нешуточное. Так. Оружейная коллекция местного фермера будет выставлена в музее Харана. Я потратил на неё всю жизнь. Так, сколько? Как ты думаешь, она стоит, приятель? Так, Бират Илдиза ответил на вопрос о том, сколь дорого бы он мог продать свою коллекцию револьверов Дикого Запада. Некоторые из них изготовлены ещё в девятнадцатом веке и до сих пор почти в идеальном состоянии. Да меня это не волнует, ведь я не собираюсь ничего продавать. Добавил владелец, заканчивая наше краткое интервью, и оставил опустевшую бутылку из-под виски. Я не удивился, ведь местные предупреждали меня о его любви к спиртному. Главное, мне удалось встретиться с этим человеком и увидеть его коллекцию револьверов и ружей, прежде чем та обретёт известность. Она, уверяю вас, её обретёт. Ведь все ружья и пистолеты с первого июля до декабря выставляются во всемирно известном музее Харана. Администрация уверена, первая партия билетов разлетится за считанные минуты. Это может нам пригодиться. Зи, что это насчёт коллекции оружия? Да, эта проблема меня давно беспокоит. В нашем городе же Вадим. Адамом звали. Чудак был ещё тот, но все его любили, особенно пьяного. Так вот, была у него большая коллекция оружия, он их гордился и отлично стрелял из своих роскошных револьверов. Но время шло, он потихоньку устарел. И всё больше бредил тем, что его пушки украдут. Говорят, когда он умер, в доме не нашли совсем ничего, никакого оружия. Ладно, а при чём здесь сабля? Ай, хитрый был вот этот Адам. За несколько лет до того, как заполучил саблю моего деда, а вернуть отказывался. И тут я подумал, если он спрятал где-то остальное оружие, то и она там же. Друзья, Ябуз не вернулся из последней вылазки к стене карантинной зоны. Если будете проходить мимо, попытайтесь его разыскать, прошу. Зухал. Так. Задание. Безводие. Мы направляемся на насосную станцию, как мы уже говорили. Так, давайте мы болтами закупимся у тебя. Хорошее оружие. Да, давайте вот. А нет свободной ячейки у нас, да, получается. Инвентарь. А что у нас? У нас есть полицейская винтовка одна, которой мы не пользуемся, в принципе. Можно её продать. Так, полицейская винтовка. Даже можно ещё одну продать. И давайте ножовку кранца возьмём. Угу. Замечательно. И болты. А вот они. Отлично. Вы можете создать новый предмет. Давайте мы посмотрим, что мы можем тут сделать. По урону. Какой лучше предмет. Давайте. Вот это вот будем использовать. Ножовка кранца. Отлично. Теперь хотя бы прокачанная будет. Дальше. Дальше. Задание. Задание то, которое нужно. Ты давай уж запрыгивай. Ни слова почь, мужик. Крейн, мы полагаем, что где-то поблизости разбился самолёт. Да, я видел, как он падает. Стоит проверить, нет ли выживших. Может, там кто-то из-за пределов карантинной зоны. Так, ну это то, что надо, наверное, да? Доберитесь до Джасира. Стоп. Как-то это получается очень странно. Мы же с Джасиром только-только разговаривали. Может быть, с ним ещё нужно поговорить? Что-то я вообще уже перестал понимать, что тут происходит. Джасир, твое послание звучало загадочно. Не хотел вдаваться в детали по рации. Один городской парень умер, отправившись, отравившись плохой водой. Мне жаль. Да, как и всем нам. Он был военным, попросил нас раздавать людям все свои пожитки. Последнее, что осталось, вот эта карта. Затем она... Зачем она нужна, я не знаю. Это армейская магнитная карта, отпирает любые армейские электронные замки, если уровень доступа соответствует. Короче, вот, держи, может тебе пригодиться. Мы всё равно не знаем, что искать. Спасибо, Джасир. Так, мы все видели. Матерь приняла тебя в паству, поэтому нам следует принять тебя в нашу общину. Отныне ты один из детей солнца. Спасибо, Джасир. Интересно, события очень развиваются, очень радуют всё это. Где наше любимое оружие, которое нужно починить? А, кстати говоря... Починить нужно ещё и машину. А у нас болтов что, не хватает, что ли? Да, давайте починим. Ну, отлично. Что-то мне кажется, или персонаж немножечко теперь колбасит при езде в машине. Как-то как будто... Мутно так становится у него. Как будто эффект блюра появился. Что-то мне кажется очень, что такой эффект есть. Куда нам надо? Насосную станцию. Снова туда. Да, конечно, в хорошем состоянии машина идёт круто. Брат, недавно стали поступать сообщения, что между двумя мостами у залива происходит что-то странное. Мы бы хотели, чтобы ты всё проверил. Желательно, как можно скорее. Это очень-очень важно. Это очень-очень важно. Да, я понял, что у нас есть новый квест. Мы его в случае чего выберем. Осторожно. Почти приехали. Ну вот, да. Мы находимся уже рядом с ним непосредственно. Ой-ой-ой. Не понял. Что-то тут закрыто. Это мне совсем не нравится. О-о-о. Спасибо. Теперь вопрос такой. Каким образом попасть на эту насосную станцию? Тут где ещё одна дверь есть? Найдите вход, говорят, да? Интересно. Слушайте, может здесь на крыше? По идее, на крыше тогда должен быть вход. Но нет. Его здесь нету. А в чём тогда прикол? Может какой-нибудь тут канализационный люк есть? Это было бы вполне логично, мне кажется. Или вот здесь? Стоп, вот что-то было. Да. Вот тут так вот можно. Поплавать, скажем так. А, понятно. Это не относится к сюжету. Но таким же путём можно через соседнюю трубу, да? Попасть в здание. Если я всё правильно понял. Нет? Да. Вот здесь точно так же можно это дело всё вскрыть. Да ладно. А, вскрыли, то есть, да? Получается даже так. Интересненько. Ну окей. Блин, как что-то всё это сложно, неудобно. Ну чё, ребятки? Кто следующий? Установить элергоснабжение надо. Ну ладно. Ой! Чё пугаешь-то? Не трогай меня, я сдаюсь. Я сдаюсь. Выключи фонарь. Конечно, конечно, начальник, как скажешь. Я уже видел такую униформу, ты ведь из банды Раиса, так? Мэйн. Не знаю, если честно, мы не говорили, я ведь новобранец. Кончи, брат, идиот. Какого чёрта вы тут забыли? Не знаю, не знаю. Ты понимаешь, что я в любой момент могу вышибить те мозги. Ладно, ладно, всё скажу. Но я знаю только приказ босса отравить источники воды, обобрать всех. Мы притащили несколько трупов и бросили их в воду. Господи. Больные ублюдки, кто ваш босс? Где он? Не знаю. Говорю же, я новобранец. Я не хотел всего этого, клянусь. Да ну, просто выполнял приказы. Посмотрим, что тебе на это ответит Джасир. Не уверен, что он примет твои извинения. Да ладно, шеф, не делай этого. Меня казнят без суда и следствия. Я не хочу умирать. Не так. Так. Чё это за такая у него шпага местного применения? Так, камуфлированная винтовка. А полицейская винтовка гораздо лучше получается. Поэтому давайте мы тут возьмём оружие Байкира. Да давай залезай, уж не стесняйся. Байкира, я на насосной станции. Срочно пришли сюда людей. И не позволяй никому пить воду. Что случилось? Бандиты бросили трупы в источник. Надо убрать тела, и когда вода снова станет чистой. Ясно? Конечно, спасибо. Мы об этом сейчас позаботимся. Вот, замечательно. Ух. Конечно, было сложно, но круто. Как у вас тут много-то, а? Спокойно. Ништяк. Не подходите близко. Что же вы такие жёсткие-то? Так, надо починить оружие срочно. Фух. Да и персонажу полечиться тоже не помешает. Исследуйте странный феномен. Ну, ладно. Давайте исследуем странный феномен. Куда нужно ехать, чтобы этот странный феномен исследовать? О, далековато. Ну, ладно. Нам не привыкать, да, как говорится? Так, туба. Так, туба. Вот то, что надо. Ох, красота какая. Ну что, так поедем? Конечно, не гладкая дорожная поверхность, но всё же что-то. Я думаю, таким образом мы с вами доедем достаточно быстро до нужного... До нужной местности. Так, выразимся. Блин. Из-за этого бегуна... Лишний раз впечатались туда, куда не надо. Так, мы далеко. Нет, мы уже ближе гораздо причём. Ну, удалось скрыться ему, но молодец. Чего я могу сказать? Хорошо бегает. Осторожно. О-о-о-о. Нормальная дорога. Так, осторожно. Всё же во всё вырезаешься, эта тачка. Скажи мне, пожалуйста, на милость. Так, здесь надо быть аккуратнее, да? Опа. Осторожно. Блин, ну я, конечно, не заехал. Да, мы уже находимся рядышком. Похоже, машину повредил тот здоровяк. Ой-ёй-ёй-ёй. Следуйте, покрытые туманом поля. Самодельные гранаты. Целая куча их. Бери. Лишними они точно не окажутся. А тут что? А это должно быть то, что они несли. Что здесь произошло? Эй, ты там? Слова произносят что-то странное, явное при уменьшении. О чём это ты? О том, что этот толстозадый разрушитель торчит прямо посреди поля. А ещё тут странный туман, прямо как во время вашего ритуала. О, ну что же, день перестаёт быть скучным. Брат, я не могу рассказать всё прямо сейчас, но встретимся на ферме Джасира скорее. Думаю, ты уже готов. Так, вот мне вот очень интересно, и что нам опять сейчас? Ехать нужно такое расстояние до фермы Джасира, да? Это же какая жесть-то получать. Нельзя просто взять и телепортироваться. Ту что, не существует такого понятия, как Fast Travel? Да уж. Только хардкор, да? Ладно. Хотя бы вот этого гиганта не нужно было валить. А то было бы тогда совсем неприятно. Ёп! Па-бам! И как теперь эту тачку-то? На место-то поставить. Да уж. Неприятно, мягко скажем. Стоп. Отсюда можно с помощью кошечки запрыгнуть? Ну, не похоже, чтобы прям так можно было, да? О, там ещё и мутант. Фу, ну его нафиг. Он опасный и неприятный. Да уж. Бежать тут получается очень-очень далеко, да? Хотя нет. Нет, не так уж это, в принципе, и далеко. Скорее, более муторно. Тут где-нибудь можно машинку, кстати, вызвать? По-быстренькому. Нет, по-быстренькому здесь нигде нельзя вызвать машинку. Но это, на самом деле, всё ерунда. То есть, с таким вот перемещением персонажа, как сейчас, можно всё это сделать очень быстро. Особенно с кошкой. Ну, конечно, с тачкой-то гораздо было бы проще, гораздо было бы быстрее, да? Но тут тоже надо понимать, что есть, то есть. Хотя это, конечно, физика машин, она меня немножечко расстраивает. Не надо там. С тем амбалом я дружить не хочу. Спасибо. Как-нибудь уж обойдёмся без него. Правильно же ведь? Ага, зарядилась, да, кошка? Великолепно. Так, ты цепляться-то будешь за что-нибудь уже? Или нет? Или, типа, не надо ни за что цепляться? О, другое дело. Рядом с безопасной зоной находимся. А сколько нам до места? О, не. Мы быстрее доберёмся пешочком. Потому что я думал, вот. Проще будет вызвать тогда машину, получается. Да и не, нифига. На самом деле, быстрее будет добраться своим ходом. До нашей цели, чем вот это всё муторно там. Карабкаться по этой вышке, занимать территорию, вызывать машину. А тут вон приключения, как-никак, согласитесь. Ты что, издеваешься, что ли? Чего ты застреваешь-то в камнях? Как маленький ребёнок прям. Даже не смешно. Вот. Ужай, хорошо. Прогресс. Правда, кошке надо перезарядиться снова, но... Ладно. Почему бы и нет? Давай-давай-давай, мужик. Ага. А вот мы с вами уже, получается, и рядом находимся. А там уже можно будет и тачку вызвонить. О-хо-хо-хо-хо-хо. Не так уж и круто это. Такое количество зомби, я вам скажу. Друзья. Абсолютно не круто. И здесь можно уже по-быстренькому добраться. Ну и замечательно. И где у нас мужик находится? Здесь, в этом ангаре, да? Походу, если всё правильно понял. Да. Вот он. Рад встрече, брат. Но боюсь, в этот раз у меня для тебя плохие новости. Поэтому я уже привык. В чём дело? Кайл, ты ведь уже всё понял? Люди не просто так заразились. Это всё туман в глаза. Именно туман. В прямом смысле. Матерь нашла способ бороться с болезнью, используя определённый... Скажем так, эликсир. И ты сам видел, как он работает. Так у вас есть вакцина? Можно ли назвать вакциной повязку на ранее? Нет. Пока что у нас есть лишь временное решение. Мы работаем над одним проектом. Над постоянным решением. Но нам нужно время и покой. Да я угадаю, у вас заканчивается эликсир? К сожалению, да. Поэтому я и попросил тебя прийти. Хочу предложить сделку. Принеси нам ещё. Часть сможешь забрать себе. Матерь расскажет, как его использовать. И ты вернёшься в Харан со своей наградой. Если только не решишь остаться с нами. Остается мне, ты догадываешься, где это зелье найти. На его поиски отправились многие наши братья. Недавно с тремя из них прервалась связь. Они должны были осмотреть одну пещеру. То, что ты видел туман, не случайность. Это последняя. Последняя небрежность. Кто-то уже нашёл эликсир и приделывал ему ноги. Ладно, проверить пещеру, ясно. До свидания, брат. Надеюсь, ты вернёшься с добрыми вестями. Что ж, друзья. Давайте мы таран на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok